всем привет меня зовут алена и давайте сегодня с вами сделаем вот такую корзиночку из фетра которая станет очень хорошим подарком для детей на пасху одна из моих подписчиц как-то у меня спросила делали я корзинку я подумала почему бы и нет единственное пока я рылась в интернете я не нашла для себя подходящей схемы нашла схему какой-то курочки и нашла картинку зайчика который мне понравилось после этого я все совместила рисовала перерисовывала вырезала из бумаги склеивала думала подойдет мне размер или нет и в итоге у меня получился вот такой зайчишка для самой основы ручки и самого зайчика я использовала фетр толщиной 2 миллиметра но для всех остальных деталей я использовала фетр толщиной 1 миллиметр он у меня весь жесткий и покупаю я его в обычных магазинах для рукоделия но теперь давайте перейдем к самой основе основа у нас будет сшиваться я буду сшивать вручную но можно это делать на машинке если вы не любите шить вы можете это все склеивать термо клеем но почему-то в таких работах я не особо доверяю термо клею тем более если оттуда по выпадают яйца они просто-напросто разобьются ну и в самой основе после выкройки я по увеличивала края поэтому ту выкройку которую я оставлю ссылка будет в описании вы просто распечатывайте на формате а4 вырезаете и шьете ну а после того как я подготовила все детальки я начинаю все складывать в кучу на одну из деталек мы будем пришивать зайчика и делаю я это в первую очередь так как когда мы сошьем корзинку будет уже неудобно я прикладываю линейку чтобы понимать где у нас будет низ корзинки и прикладываю самого зайчика приблизительно на 5 миллиметров выше после этого я беру пузико нашего зайчика и буду его приклеивать приклеиваю я всего лишь посередине для того чтобы мне было удобно сшить точно так же я буду пришивать сами ушки но а все остальные детали мы потом будем приклеивать приклеили главные детальки и теперь я приклею немножко самого зайчика к нашей корзинке приклеили и идем прошивать но как я уже сказала вы все можете приклеивать на термо клей и пока я шила заодно я пришила еще и лапки своему зайчишки после того как я пришила уже зайчика я перехожу к самой ручки ручка у нас получается шириной 3 сантиметра и длиной 30 сантиметров это как раз вся длина самого лист фетра скругляю края и после этого прикалываю булавками их в то место где она будет у нас находиться прикалываю приблизительно на два сантиметра и уже после этого я точно так же буду ее пришивать и пришивать можно как в тех местах где мы только прикололи также можно сделать по всей ручке еще и отделочную строчку и теперь моя корзинка точно будет держаться надежно и в самый неподходящий момент не развалится а теперь осталось самое важное это сшить саму корзинку сшивать я буду вручную беру самые обычные нитки можно взять мулине и сшиваю с 4 краев наших корзинки при пришивании когда я дохожу до самого зайчика я стараюсь не захватывает зайчика а пришивать только розовую основу отгибая сторону зайца и таким образом мы сшиваем 4 угла нашей корзинки после того как я сшила все я еще вниз вклеиваю такую же основу донышко и корзинка становится более устойчивая и нам остается наметить и приклеить детальки для мордочки для того чтобы мордочка у нас была красивая я на самой выкройке делаю дырочки и уже карандашом переношу на саму основу и сверху аккуратненько чтоб нигде не вылазил клей приклеиваю сами заготовки после того как мы все приклеили на глазки я добавляю еще белые брызги блики делать это можно любой краской делаем маленькие точечки и зайчик готов во внутрь я наполняю обычной сезалью можно добавить что-нибудь другое и уже потом буду вкладывать туда крашеные яйца также вы можете поискать в интернете какие-нибудь другие картинки и точно таким же образом перерисовать и сшить а если вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал а также не не забывайте нажимать на колокольчик чтобы первыми узнавать о новых видео на моем канале пока пока